Всем привет, уважаемые любители Рима, с вами Гамилькар Барка, и у нас сегодня 13 серия лотплея Рим Дотал Глор, прохождение за Карфаген. И начнем мы эту 13 серию с того, что закончим ход. В предыдущей серии наша казна ушла в минуса. Здесь мы увидим, что нашу флотилию атакуют рим, у нас численный перевес и большие шансы на победу. Безоговорочная победа, конечно же, нам сейчас нужно будет сберечь флот. Галлы атакуют Кордубу. Итак, а галлы, кроме того, как атакуют Кордубу, пытаются снять осаду с Нумансии. Смотрим, что за войска у них. Видите, у них уже появилась кавалерия, а это означает, что нам придется тяжеловато. Я думаю, что было правильнее разбивать вражескую армию по частям. Так, тем более, искусственный интеллект, несмотря на наш довольно-таки ощутимый численный перевес, дает шансы один к одному. Поэтому лучше отступить пока что. Ну, индийцы встали на пути нашей армии, которая шла к захвату их не столицы. Ну, у них армия стандартная, состоит полностью из стрелковых частей. Отряд прачников у них есть. Отряд номидийской кавалерии дротиковой. Автор расчет дает 3 к 2, это означает, что будут большие потери. Поэтому я думаю, что с нами отправлюсь в этот бой и надаю по ушам номидийцам. Наш вот этот генерал, который воюет против номидийцев, я так заметил, довольно-таки нехило прокачался. У него стартовых было 4 звезды, по-моему, или 5. Сейчас у него там их побольше, причем значительно побольше. Итак, мы находимся в пустыне. Это баф к нашим номидийцам. Номидийцам дает и ливийским копьемитателям. Два отряда генеральской охраны и отряд балиарских прачников. Никак мне не удается правильно зарулить этих балиарщиков. Начинаем бой. Враг встал на холме. Я не знаю, почему он встал на холме. Он должен нас атаковать, в принципе. Но я думаю, что мы сами можем сейчас атаковать. Достаточно близко он туда подойдет. Да. Так, двумя отрядами генеральской охраны приказываем атаковать вражеского генерала. Отряд кавалерии на отряд их недротиков и кавалерии. Отряд на другой. Думя отрядами приказываем атаковать прачников и отряд номидийцев. Отправляем на летателей дротиков. Балиаром приказываем стрелять по вражеской кавалерии. Атакуем. В принципе, начинается паника. Разгромили мы здесь номидийскую армию. Остается только добить врага. Номидийцы здесь подметают, можно сказать. Хавают все, что отделилось от вражеской армии. Здесь происходит замес. Поймали мы два отряда кавалерии номидийской и убили ее. Прекрасно. Все. Генерал убегает номидийский. Победа блистательная. Очередная блистательная победа Карфагиниан. Над номидийцами. Все. Завершаем битву. Беговорочная победа. Потеряли 35 человек. Победа сладка, конечно же, над номидийцами. Тем более нам нужны деньги. Сейчас осадим их в город. Захватим, разграбим. Посмотрим, какие минуса у нас на этот ход. Ага, нет. Вышли уже в плюсы. Видите, сократился наш дефицит бюджета на 300 монет. Осаждаем. Осаждаем город Демидий. Здесь карнизона фактически нету. Один от генеральской охраны и дротиковая кавалерия. Херемон Бикула. Посмотрим на нашего Херемона. 49 лет ему. 5 звездочек у него. Характеристики. Отличный полководец. Хороший атакующий. Талантливый командир. Победитель. Что-то дает. Плюс 2 к влиянию. Минус 1. Отличная безопасность. Увеличение шансов. Сайджерфы и покушения. Этот человек приобрел популярность в массах благодаря своим победам. Хороший защитник. Плюс 2 к командовым при защите. Беспристрастный. Бус 1 к законности. Улучшение общественного порядка. О, какой у нас Херемон нехилый-то генеральчик. Да, ребята? Выпив оху. Плюс 1 по ключескому таланту. Нажрется и пойдет атаковать, наверное. Да, все вперед. Еще. Не знающий страха. А, такой Херемончик. Херемончик. А что у нас Бомелькер? Бомелькер как был бездарностью, так и остался. Или это Бесальт у нас был бездарностью? По-моему, Бесальт. Да, вот он, Бесальт. Ну, нет, видите, он приобретает эти управленческие способности такие нормальненькие. Ну, ладно. Так, что мы будем делать с... С Галами и Испанцами. Здесь ситуация мне не нравится очень. Очень не десятая ситуация. В Италии, в Испании она меня не радует, друзья. Если честно вам признаться, вот по-дружески. Она меня очень не радует. Давайте еще не буду думать, как выходить из этой нелегкой жизненной ситуации, которая у нас сложилась. Распустим один отряд. Сократим траты и распустим отряд гоплитов наемных. Итак, давайте высадимся в Ферммоне и глянем, что здесь у Брутов. А у Бруты тут готовились сами атаковать нас. Та-та-та-там. Серебряные лычки у Гастатов. Кавалерия собаки. Ну, такие серьезные ребята. Но сейчас они нас атакуют. И мы их контратакуем. Видите, египтяне уже, наверное, раскачались так нихуевенько. И скоро придут к нам в гости. А у нас еще даже нету воинов священного круга Карфагена. Так, как вы думаете, пойдут галлы на штурм или нет? А в этом многое зависит. Так, 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 так. Ну что ж, может сейчас пойти и захватить Скалабис? Или все-таки Нумансию? Да нет, давайте захватим Нумансию. Ставоцируем сейчас галлов на агрессию. И разобьем их армию. Ну, по крайней мере, попробуем это сделать. Заканчиваем ход. И на нашего Бомелькаро напали римляне Домбрутов. У нас здесь численного перевеса. Он есть, но он не такой большой. Всего лишь на сегодня человек в 50. Ну что ж, отправляемся в бой. Посмотрим, если нам получится сделать так, что до прихода покреплений римляне вступят в бой. Я думаю, есть и шансы. Если же они подтянут под крепление, то уже будет тяжеловато нам, тяжеловато. Да, начинаем размещение войск, конечно же. Так, займем вот этот холм. Вот эту вот именно местность займем. Наши ливийские копьеносцы станут таким строем, что больше похожим на римский. Копейщики, ливийские копьеносцы. Я их выстроил вот таким вот строем. И я думаю, что применю здесь тактику, которую применяют обычно римляне. Тактика прорыва по центру. Такой массой рванем по центру, как только вражеская армия подойдет. Плюс выделим туда же четыре отряда кавалерии. Объединием в группу. И генерал тоже будет здесь. Остальная наша конница. По три отряда на фланге. Все по стандарту. Попробуем окружить и разгромить первую армию. Начинаем бой. Нет, все подкрепления сразу приходят. Ой-ой-ой. Так, быстро перестраиваемся и громим эту армию. Видите, как получилось? Ёлки-палки. Атакуем сразу сходу. Атакуем вторую армию. Давай-давай-давай-давай. Быстрее-быстрее-быстрее. Ой, ребят. Вы представьте, как нам повезло. Все, разгромили подкрепление римлян. Убили генерала римского. Собаки тут подходят какие-то. Но мы не можем все убили. Собак тоже убили. Мгновенно. Бежит. Еще вражеская армия отступает, что ли? Не знаете, жалости. Нет. Вот она, вражеская армия подходит к нам. На холм. Ладно, перестраиваемся, как мы должны были стоять. Разбили вот эти подкрепления. Римлян порадовало меня это очень. Попробуем осуществить наш план. Теперь шансы у нас на это больше. Да. Заходим на фланги. Ну, вроде мы должны сейчас оборонять, но получается, что мы атакуем. Разбили одну вражескую армию. Подойдем поближе ко второй. Зайдем на фланги сейчас и уничтожим ее по-быстрому. Да, довольно-таки значительной силой они отступают почему-то. Нет, друзья мои. Раз уж вы на нас напали, то вы должны познать всю ярость Карфагена. Еще одна армия здесь. Ну, разгромим ее генеральским отрядом в одиночку. Так. Далеко оторвалась наша кавалерия. Атакуем вторую армию. Да, давим центр. Конницы из флангов. И все. Ядерный пепел, как сказал один мой друг, остался от римлян. Все, снесли мы центр вражеской армии. Задавили врага числом. Наш генерал, как себя чувствует? Да, генерал в одиночку разгромил подкрепление римлян. Прекрасно. Враг бежит. Преследуете их. Да, боги сегодня нам улыбаются. Полководец убит. Сколько полководцев мы убили? Троих. Титбрут. Кронелий Брут. И капитан Деци. Да, децимировали мы всю римскую армию. Нанесли колоссальные потери. Фактически не осталось. Римлян, сколько процентов мы их убили? 79? Нет, осталось. 79 не так мало. Вернее, не так уж катастрофическое сравнение с теми 90% которые мы периодически сносим по всяким там варварам. Давайте уже поставим 3-й скорб. Ничего не осталось. Продолжим, конечно же, добьем боевых псов, великов, всяких, все. Теперь уже можно выходить, выйти из битвы. Героическая победа. Солдаты принесли вам великую и заслуженную победу. Великую и заслуженную победу нам принесли наши карфагенские доблестные воины. И это дает нам сейчас шанс захватить Фермон. Штурмом заберем Фермон. И так. Осадили юлики наш. Торрентий. А здесь на нас нападают галлы. Вонючие, мерзкие галлы. Как же я вас ненавижу, друзья. Конница, меченьки. А у нас, у нас, у нас есть испанские метатели, дротиков. Так. Думаю, нужно постараться по максимуму быстро снести вот ту первую армию. Отправляемся в бой. Да, с галлами будет тяжелее, чем с римлянами. Как бы это парадоксально не звучало. Вы видите, что основную роль в моей тактике за карфаген именно в боев играет кавалерия. Наша легкая конница, она очень важную роль играет. И решает исход боев. Часто. Ну, не часто. Ну, почти бы, фактически всегда. А сейчас я не смогу их применять, так как это привык делать. Против галлов тоже постараемся продавить центр. Посмотрим, как это получится. Так. Объединяем группу. Конница на флангах. Так, по-быстрому. Быстро-быстро, очень быстро идем вперед. Окружаем конницы из флангов. Ставим на вторую скорость. Да, снесли первую армию. Мощнейшим чарджем. Теперь вторая гальская армия. Выстраиваемся напротив нее. Видите, потеряли только одного человека, пока сносили. Нет, вру. Трех человек потеряли. Галлы, наверное, не ожидали такого, да? Ну, что поделаешь? Это Карфаген, детка. Ставим на третью скорость. Галлы подходят широким фронтом. Это дает нам перевес в центре, но не дает нам возможности реализовать нашу конницу. Хотя, я думаю, что буду оказывать давление на один фланг, на тот, где стоит генерал. На тот фланг, где стоит генерал. Карфагенский ставим на обычную скорость боя. Итак, задача номер один. Убить генерала. Включаем нашим варварам боевой крик. Что-то происходит непонятное. Убили генерала Гальского. Это дает нам баф. Конницу разбили на флангах. Убили на них упрямство. Да, конница наша зарешала в очередной раз. Все, галы бегут. Хух, да, тут в определенный момент, когда я пошел в руж, я не успел немножко закануть, сейчас просто не ожидал, что и сможет вот так вот в наглую пойти на меня в атаку. Практически можно сказать, что пару отрядов нам слили, да. два, три отряда слили нам. Все, теперь можно поставить на третью скорость. Так, продолжим сбой, добьем побольше. Сколько процентов убили? 95% гальской армии. Теперь выходим из боя. Блистательная победа. И захватываем сейчас Нумансию, столицу голов в Испании. И от одной головной боли мы на определенное количество времени избавляемся. Прекрасно. Ну, на следующем ходу мы захватим авторасчетом два города, пополним свою казну и закончим серию. Итак, захватываем Нумансию, авторасчетом, победа и уничтожаем население казна плюс 3 тысячи. Захватываем Демидии, тоже авторасчетом. Безоговорочная победа. Уничтожаем население казна плюс 4 тысячи. Поправили финансовое положение нашей империи. Так, теперь ремонтируем Нумансию. Сносим здесь святилище Эпоны. Строим храм Баала, который дает общественный порядок. И переобучаем войска. Ну, пехоту давайте переобучим. Так, нет, давайте переобучим кавалерию, потому что на следующем ходу я думаю всю конец нам придется вывести и отправить ее в сторону Кордубы. Дабы попробовать снять осаду с этого города, потому что силы там очень серьезные у Гала. Феофан отличный полковой спустит командованию. Расширение свиты Бриарий Бильбилис. Бриарий Бильбилис это который? А, это тот, который вместе с... Нет. Что за Бильбилис? Я что-то не понял. Ну, да ладно. Македония Македония Нумидия объявлена война. Ну, да, это, наверное, Никомидий сбунтовался и Нумидий пытается его захватить. Суарская армия бежит, Феофан, Лилибей построен базар, набор отрадов, Краатония конница, Димидий и Нумансия поселения истребленные. Так, мне нужен флот в Новом Карфагине, чтобы закончилась бодяга с осадой наших портов. Так, переобучаемся. Здесь можно, в принципе, закончить все. Димидий, в Димидии ремонтируемся. Храм Храм Баала у нас строим дороги. Так, и конюшни. В принципе, друзья мои, так, глянем еще на Сиракузы, здесь общественный порядок упал. Построим храм Мил Некатра и наймем сюда побольше крестьян. Фермон, осаждаем Фермон, разгромили здесь римские войска и на следующем ходу захватим этот город. Это столица, римская столица дома Брутов. О, сейчас мы денег отсюда поимеем, наверное, нехило. Итак, друзья, всем спасибо, кто смотрел, с вами был Гамиль Карбарко, вы смотрели 13 серию летсплея за Карфаген, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, увидимся, чмоки-чмоки. Субтитры Продолжение следует...